Ну, сами видели первый тайм, если честно, я и боялся этого после этих 120 минут против CSKA в Кубковой игре, что мы сегодня, может быть, физически, скажем, и эмоционально были не готовы к этому поединку. Начало игры сами видели, факел доминировал, у них кроме гола была ещё одна штанга и ещё один голевой момент, но у нас ничего практически не получилось. Физически мы вообще не успевали. И вот эта манера, которую факел, которой я и боялся, я даже в разговоре думал, что нам придётся перестроиться на 5-4-1, потому что всё просто, очень переводится одного на другой фланг, быстрый мяч и потом прострел. Мы не могли справиться с этим, поэтому пришлось меняться уже в ходе первого тайма и Лешонка, который сейчас. Конечно, второй тайм нам очень сильно понадобился, потому что было удаление у факела, но, к сожалению, пришлось менять формацию. И второй тайм, конечно, мы доминировали, тем более после удаления. У меня были подходы, были моменты, но успели сравнять счёт. Что сказать? После всего, наверное, как начали игру и после всех этих обстоятельств, о которых я говорил, можно сказать, конечно, хотелось выиграть, но можно быть довольны этим очком, потому что пацаны, они всё равно, фейнер, непростое соревнование. И ещё раз повторяюсь, 120 минут кубка дало сегодня занять, что физически мы, наверное, не были на том уровне, о котором не должны быть. Теперь можно вопрос? Горжин, а по поводу, как раз таки вы про тактику говорили в первом тайме, вот 4, получается, номинальных нападающих осталось на скамейке, запасных опять Лаупа на острие, всё-таки не решили выпускать пример Баева-Карпова? Ну, Карпова мы выпустим, но и Баева, и Карпов это же более крайне. У нас, я ещё раз повторяюсь, я же несколько раз это сказал, у нас в Ампла единственный центральный нападающий это Вотин, который всё равно после 100 минут снова почувствовал беспокойство колено, и мы не хотели сегодня с ним рисковать. Значит, здоровье игрока важнее всего, понятно, что нам нужны очки, но чтобы его не потерять, мы его не сосвязали игроки, это же альтернатива. И на самом деле, играет Лаук, Малуян, Карпов, Баев, который тоже долго не находится, был травмирован и он уже не находится в лучшем состоянии. Я скажу, что Карпов сегодня вышел неплохо, Малуян тоже, но ещё раз скажу, проблема не была в первом тайме в нападающем, проблема была, что мы не успевали как команда за действиями факела. Значит, я ещё раз повторяюсь, физически мы не успевали лавить за действиями факела. Говорить сейчас о нападающем это уже, конечно. Горан, а если бы в футболе разрешались обратные замены, как, например, в мини-футболе, после удаления вернули бы Лишонка на поле? Я сейчас, я только что сказал, что если бы, если бы была возможность, конечно, если бы он был первый, потому что когда они уже были... нам Лишонок нужен, когда мы играем первым номером, когда мы давим противника. А в игре, где пришлось бегать за мячом, конечно, это уже другое дело. Сами видели, и... Лишонок, конечно, игрок, который сейчас... Я же то, что вы сейчас спрашиваете, я уже сказал помощникам два раза. Знали бы, чтобы была красная карточка, наверное, бы что-то другое сделали. Можно идти? Вопрос. Команда знала, как сыграли другие, а мы с Факелом были соседи. Чувствовалось давление от турнирной таблицы, что победа сейчас в Тюмень подкинула вверх довольно сильно? Ну, конечно, это чувствуется, но вы видите, какое это соревнование? Значит, каждое очко будет нужно. И здесь это сейчас понятно, что мы хотели на 20 очков подняться на турнирной таблице, но в целом все игры сегодня в футбол, все команды примерно ровные. Физически... Я не скажу, что мы там сильнее кого-то, наоборот, мне кажется, что мы где-то там. И тем более после этой Кубки игры сегодня это было и видно. Но чемпионат сложный, я еще раз повторяюсь, и это очко все равно не проиграли. Как игра начиналась, все было и очень сложно. Корнов не готов пока играть? Он еще вообще не тренируется в общей группе. Он так, чуть-чуть, когда что-то с мячом, но в игровых упражнениях он пока не участвует тоже. Ждем его возвращения. Как сейчас будете готовиться к Химкам? Команда будет у них больше выходных? Ну, конечно, сегодня после этого сложного и напряженного графика у них будет два выходных, и в среду собираемся, потому что считаем, что надо эмоционально отдохнуть. Все так это не просто нагрузка большая на них и физически, эмоционально. Надо отдохнуть и потом будем готовиться. Перед нами сейчас две игры на въезде в Химках и Санкт-Петербурге, и Ротор дома. Все команды хорошие, надо серьезно готовиться, надо набирать очки. Без очков ничего не будет, каждое очко будет очень важно.